Многострадальное Приморье готовится к новым капризам природы. Очередное ухудшение погоды ожидается уже в конце этой недели. И так предупреждают синоптики. Циклон идёт со стороны Китая, он принесёт ливневые дожди. В этом месяце на регион могут обрушиться ещё два тайфуна. В крае продолжают ликвидировать последствия паводка после двух предыдущих тайфунов. Гражданским специалистам помогают военные. Одна из главных задач – это очистка и дезинфекция территории, а также контроль качества питьевой воды. Особенно в сельской местности. Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня продолжает действовать в 24 районах края. Общая сумма ущерба может составить около 2 миллиардов рублей. Правительство создало комиссию по ликвидации последствий наводнения в Приморье. Её возглавил вице-премьер Юрий Трутнев. Под особый контроль он взял медицинское обслуживание жителей пострадавших районов. Всего за помощью к медикам с начала сентября обратились около 4 тысяч человек. В основном люди жалуются на обострение хронических недугов, простуду и инфекционные заболевания. Большая вода в Приморье может задержаться до зимы. Такой неутешительный прогноз даёт глава МЧС Владимир Пучков. Всё дело в большой переувлажнённости почвы. Одна из горячих тем это выплата материальных компенсаций жителям пострадавших районов. Работа оценочных комиссий будет продолжаться до тех пор, пока материальная помощь не дойдёт до каждого человека. Глава МЧС лично проверил обстановку на местах. Это трудная работа, но кроме нас это уничтожено. Наша работа? Полностью оборудовано доведение уроков по федеральному государственному образовательному стандарту. Это для начальных классов. Двух начальных классов у нас интерактивные доски. А цены как? Ну мы выше чем как и была у нас своя торговая. Мы не повышаем. Выплаты? Выплаты из федерального бюджета. Каждый, кто здесь проживал, получит по 10 тысяч рублей. Это мы получили. И компенсацию за утрату имущества по 100 тысяч рублей каждый. Каждый, кто здесь проживал, получит по 10 тысяч рублей. Продолжение следует... Продолжение следует...